Областной этап уже полюбившегося брещанам конкурса «Ёлка-фест» состоялся на минувших выходных в городе над Бугом. В четвертый раз организаторы собрали на одной сцене лучших новогодних волшебников Бересейского края, чтобы определить, кто из них сможет посоревноваться в своих магических способностях с зимними кудесниками из других областей республики. Надо сказать, что в нашей области очень хорошие результаты. И дважды мы становились победителями, и трижды наши пары были призерами на республиканском уровне. Открою тайну для взрослых, где Домороза и Снегурочки все являются работниками учреждения образования Брестской области, учреждения дополнительного образования Брестской области. Это те люди, которые непосредственно работают с детьми, знают лучше всех своих детей и знают, как правильно организовать праздник. За победу в финале образца 2014 года боролись девять пар, каждая из которых победитель районного и лизонального состязания. В подслужном списке некоторых уже есть награды и областного, и республиканского уровня прошлых лет. Но останавливаться на достигнутом даже самые титулованные Дед Мороз и Снегурочка не собираются. Признаются, что конкурс – это только приятное дополнение к основным сказочным обязанностям, которые старицы оплачиваются улыбками и детским смехом. В 2010 году мне было предложено участвовать в первом тогда еще конкурсе «Ёлка-фест» 2010, и мне посчастливилось испытать такую возможность. Дети – это наше счастье, это наше будущее, и они всегда ждут волшебства, добра, ласки и любви. И очень сложно и ответственно нести это добро и ласку этим деткам. А секрет успеха, наверное, в том, чтобы делать это все душе, а душе и от чистого сердца. Одержать победу главным действующим лицам помогали и сказочные помощники – скоморохи, лешие и многие другие. В обычной жизни коллеги или ученики, однако в преддверии праздника каждый из них пережил волшебное перевоплощение. Наша постановка необычная на белорусском языке, так как мы живем в Беларуси и должны говорить на белорусском языке. И надеемся, что жюри очень понравится и зрители оценят. По условиям смотра конкурса представление включало в себя дефиле Дедов Морозов и Снегурочек, новогоднюю сюжетно-игровую программу и творческие номера. Жюри оценивало режиссуру, оригинальность программы, мастерство, артистизм участников и новизну авторских идей. Но был еще один критерий, который во многом и определял степень успешности выступления – это связь артистов с залом. А аншлаг, довольные лица детей и их веселый смех – лучшее доказательство того, что каждая из выходивших на сцену пар – мастера своего дела и настоящие зимние волшебники.